Друзья, приветствую! Сегодня наше видео мы построим в виде ответов на ваши вопросы, которые вы оставляете в комментариях на моем канале на YouTube. Обычно раз в неделю я выделяю около часа времени, сажусь за компьютером, внимательно читаю ваши вопросы, комментирую ваши комментарии и отвечаю на то, что вы спрашиваете. Сегодня я решил этот процесс построить в виде видеорежима, буду зачитывать вопросы, я сделал около 10 скриншотов и максимально ясно, развернуто, подробно и интересно постараюсь ответить на вопросы, которые вы задаете. Первый вопрос мы начнем, задает Рон Джамбо и он спрашивает, Александр, вы написали за час аранжировку и тут же ее выучили? Зачем обманываете? Ответьте, может я чего-то не понимаю. На самом деле аранжировку, если это не сложная песня, можно написать и меньше, чем за час. И здесь нужно иметь в виду, что подход музыканта, который считывает с табулатурой мелодию для того, чтобы ее научиться играть, и человека, который создает аранжировку или придумывает мелодию, он немножечко разный. Аранжировщик, он слышит музыку, потом играет, а для того, чтобы ее разучить, приходится музыканту, который считывает табулатуру, разучить эту мелодию, потом он только ее играет. Я думаю, вы смысл улавливаете. И в принципе аранжировку можно создать и не сильно заморачиваясь, там за 15-20 минут больше времени может занять процесс набора этой композиции. Например, если мы возьмем, скажем, с вами элементарную мелодию, возьмемте, к примеру, давайте кусочек возьмем из мелодии Гена Крокодил, то что «Жаль, что только», «День рождения», «Всего раз в году», как-то там, да? Вот ее можно, эту же самую мелодию, например, на две четверти сыграть и на шесть восьмых. Давайте на две четверти. Вот такой, допустим, да, можно сделать вариант. Вот слышит так аранжировщик или на шесть восьмых, например, более мелодично. Ну, что-то в этом роде. Так что вполне возможно выучите за час мелодию и аранжировщика мелодию не учат. Он уже ее играет, он ее записывает как-то таким образом. Второй вопрос дядя Саша задает, вопрос Олег Олегов. Дядя Саша, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к 12-струнной гитаре и почему сами не играете? Как я отношусь к 12-струнной гитаре? На самом деле нормально отношусь, но на 12-струнной гитаре меньше возможностей играть какие-то композиции сольного варианта. На ней неплохо аккомпанировать. Звук, как правило, более богатый. Я не знаю, я сейчас через петличку записываю, передает ли микрофон все нюансы. Гитара достаточно эта ветхая, но как аккомпанирующий инструмент ее можно использовать. Обычно под пение здорово играть, если человек один исполняет себе аккомпанемент на гитаре. 12-струн более богато звучат, чем 6-струн, но намного сложнее исполнять какие-то мелодические партии, потому что шире гриф, две струны зажимать сложнее, чем одну. А если баре, то приходится, например, вместе с шести зажимать все 12-струн. Поэтому большая часть музыкантов отдает, как правило, предпочтение 6-струнным гитарам. 12-струнные гитары используются для аккомпанемента. Надеюсь, Олег, я ответил на твой вопрос. Двигаемся дальше. Егор Батарин спрашивает. Александр, что же вы не отвечаете? Какие струны используются в видео? Видимо, Егор уже задавал вопрос по поводу струн. На самом деле, я не помню, какие там струны используются. И к струнам отношусь достаточно демократично. Люблю экспериментировать. Или так, не против экспериментов. И Эликсир, и Дадарио, и Саварес, и Мартин. То есть разные варианты. Если вы про бренд спрашиваете, использую. Щупаю, какой больше нравится. Как-то вот так вот. Нет у меня какого-то конкретного предпочтения к конкретным струнам. Нурзия Агематова спрашивает. А почему не поете? У меня жена поет красиво, мне этого хватает. И хотя жена говорит, что у меня неплохо получается у самого петь, я больше предпочтения отдаю инструментальной музыке. Мне больше нравится играть. Как-то вот таким вот образом. У каждого есть склонности. У кого-то лучше получается петь, у кого-то лучше получается играть, у кого-то лучше получается бегать, у кого-то лучше получается плавать. Мне кажется, что у меня чуть-чуть лучше получается играть, чем петь. Поэтому я больше играю, чем пою. Следующий вопрос спрашивает Анатолий Шашков. александр почему вы стали играть на акустике люблю новое люблю эксперименты люблю разные я сейчас у меня мысли укулеле немножечко взять поиграть на гитаре то маленькая такая четырех струнная гитара и на акустике на самом деле в каком-то плане даже удобнее играть чем на классике хотя я классику очень люблю акустика чуть-чуть уже гриф соответственно ближе пальцы у меня небольшие руки в какой-то степени удобнее играть еще один момент мы последнее время много путешествовали по азии с семьей и я к друзьям частенько когда приезжал в гости где-то мы встречались практически у всех гитары акустического варианта с металлическими струнами а я больше играл на классике и когда с непривычки классический музыкант я думаю меня классические музыканты поймут после нейлоновых струн широким грифом берут акустическую гитару с узким грифом и металлическими струнами и пытаются что-то сыграть пальцы с непривычки попадают не туда куда хотелось бы чтобы они попали и создается такое впечатление что вы очень слабенько играете на гитаре ну или во всяком случае не так как ожидает слушатель поэтому для того чтобы таких немножечко ситуации избежать я решил по и тренироваться поиграть на акустике и в принципе мне понравилось и на на классике тоже играют и вчера играл нормально мне нравится сейчас уже и на классике и на акустике практически одинаково играю хотя процесс около двух месяцев занимает перестройки с классики на кустик вот у меня так вот было следующий вопрос егор батарин александр здравствуйте какие струны а ну я уже отвечал дальше дмитрий котов у меня вторая струна объемно и слишком звонко звучит будто две такие же струны звучат покупал за 500 рублей 6 струн и на играл полгода звук изначально был таким же в течение долгого времени все стало хорошо сегодня снял заново поставил и опять старая струна дребезжит что за причина на самом деле не струна дребезжит струна не может не бежать скорее всего у вас дребезжит или корпус что-то с корпусом гитары или есть разные такие вот мелочи может быть какая-то струна хвостик от струны другую сторону задевает и в то время когда вы щипаете про происходит вибрации эти вот струны соприкасывается может быть колки где-то не совсем хорошо закреплены колок может дребезжать может быть отклеивается у вас подставка может быть где-то в корпусе небольшая 3 вы сыграйте и послушайте откуда происходит вот этот как вы пишете дребезжит для бежания может быть струна касается какого-то ладового порожка за глаза сложно ответить но дребезжит не сама струна она обо что-то трется соприкасается с чем-то или провоцирует дребезжание корпуса вот таким вот образом можно ответить потому что каждый конкретный случай тоже нужно смотреть непосредственно сам инструмент сложно ответить не виде инструмента следующий вопрос задает к сайланс наверное так можно прочесть дай табы это в комментарии к композиции крестный отец возьми табы есть на моем сайте гитара плюс точка ру и какие-то вот эти вот табы например они бесплатные есть определенные аранжировки платные и потом большое количество табулатуры в интернете можно найти но я думаю что с тобой проблем вообще нет следующий вопрос артем аркелян александр молодец вы учились в консерватории нет я в консерватории не учился на самом деле у многих такое немножечко заблуждение присутствует что если он человек поступит в училище или в консерваторию вот там его научат знаете как в том стихотворении пусть меня научат на самом деле нужно учиться самому все что может сделать репетитор или педагог из учебного заведения это показать вам те навыки которыми он обладает какой-то совет дать постараться индивидуальный подход к вам найти увидеть в чем может быть загвоздка дальнейшего вашего роста а дальше уже работать нужно самим потому что если вы сами не будете заниматься не заблуждайтесь за вас преподаватель не сможет сыграть на гитаре только нужно самому заниматься репетировать день за днем неделька за неделькой год за годом так вот поддерживать репетировать расти тогда все будет получаться вот как то вот так следующий вопрос от сергея нестеренко а уроки то когда раздавать будем уроки огромное количество уроков у меня на youtube канале можете полистать по истории посмотреть советы я даю короткие непродолжительные уроки точечные рассматриваю определенные стили игры на гитаре какие-то нюансы пассажи приемы и так далее есть платные курсы тоже пожалуйста если у вас какой-то конкретный специфический запрос записывайтесь на skype консультацию без проблем главное учитесь ищите информацию кто ищет тот найдет вот таким образом мы сегодня с вами пробежались по нескольким вопросам если у вас присутствует еще те нюансы на которые вы не нашли ответа с удовольствием отвечу на ваши вопросы пишите продолжайте в комментариях я время от времени возможно буду вот так вот записывать такие видео и вместе с вами поддерживать коммуникацию всего доброго хорошего дня успеха мажорного вам настроения